привет мои хорошие это оля котлерово и в этом видео расскажу про очередной эксперимент с минком на этот раз мои руки попал маркер специальные для него там на нем в инструкции написано обратной стороне упаковки что перед первым используем его нужно хорошенечко надавить на стержень чтобы краска попала в стержень и чтобы он рисовал обратите на это внимание если будете пользоваться этим маркером и я для для своего эксперимента выбрала обычные белые перышки которые купила в леонардо от мистер пейнтер я на них маркером рисую кружочки поскольку стержень у маркера достаточно толстый то мои кружочки получились идеального размера как раз просто одной точкой маркером очень удобно было их рисовать на перьях я их наносила только с одной из половинки пера там где она не очень пушистая потому что там где много пуха я думаю что не очень хорошо будет ложиться фольга я честно говоря этого не попробовала и для эксперимента своего взяла я фольгу от примы золотую и маленькие кусочки выкладу поверх перышек причем маркер уже высох то есть тут нет необходимости сразу же как-то очень быстро класть фольгу и все запускает машинка то есть можно немножко подождать ничего страшного не произойдет небольшие кусочки фольги которую я уже использовала вот у этой фольги кстати есть такой плюс что ее после использования если какие-то остались обрезки там по контуру рисунка который мы наносили в прошлый раз можно будет потом их еще раз использовать ничего с ней не случится и для каких-то маленьких таких штучек типа этих перышек вполне подходит я на режиме двоечки прокатала первый раз попробовал на единички и не все элементы не все точечки хорошо у меня покрылись фольгой конечно вот сама перо из того что у него такая но я думаю что из того что неравномерная поверхность вот есть ворсинки волосинки наверное из-за этого не очень стабильный получается результат и что-то мне приходилось даже второй раз прокатывать но какие-то перышки сразу получались идеальными очень красивыми все блестит сверкает чудесно просто смотрится и с обратной стороны эти точки они конечно же черного цвета это надо учитывать я не пробовал честно говоря с обратной стороны прокатать фольгу но сейчас он думаю что может быть как-нибудь будет случай попробую потом рабом расскажу что произойдет тогда с перышком и пробую другую фольгу это уже фольга хайди своп золотая которая непосредственно под брендом минк проходит и тоже на в на том же сами самом режиме на двоечке я ее прокатываю в машинке хочется мне сравнить как фольга разных производителей выглядит и вот это она более глянцевая более блестящая но даже в изначальном варианте видно что она больше блестит так что смотря какой результат нам нужен можно разные материалы использовать главное что технически они все подходят и все с ними отлично получается после того как я перышки снимаю с коврика на нем остались пятна от фломастера ну понятно поскольку перышки тоненькие наверно как-то просочилась краска но она легко очень стирается с коврика обычной влажной салфеткой так что с ним все в порядке вот такие вот меня теперь есть перышки прям не терпится их использовать уже в своих страничках спасибо большое что посмотрели это видео желаю вам хорошего настроения пока пока